Сони Ушетти родился 11 августа 1961 года. Индийский актер, кинопродюсер, телеведущий и предприниматель, который преимущественно снимается в фильмах на Хинди. За свою более чем 25-летнюю карьеру он снялся в более чем 100 фильмах. Основными его работами были жанры боевики и комедии. Сони Ушетти родился в монголовской семье. Он дебютировал в фильмах на Хинди 1992 года, в возрасте 31 год, в фильме «Сильный мужчина» с актрисой Диви Бхакти. Фильм стал коммерчески успешным, показанным сбором и помог ему сохранить позицию в Болливуде как героя боевиков. Он продолжал играть главного героя в различных фильмах, таких как «Заложник любви» 1993 года вместе с Акшаем Кумаром, который ознаменовал тандем двух мастеров единоборств, поскольку в обоих имелось черный пояс по восточным единоборствам, и это давало плоды. Фильм «Заложник любви» 1993 года стал высшесредним по кассовым сборам, а их следующий фильм совместный «Пешка» 1994 года, где сыграл также Акшай Кумар и Сони Ушетти, а также Инна Суридин Шах, стал очень успешным в Индии и стал вторым как самый кассовый фильм Индии, собрав 2 миллиона долларов. Следующий фильм Сони Ушетти стал «Любовное потрясение», где сыграли также Аджар Дэвган и Гравина Тандон, и фильм был объявлен как суперхит в прокате, и стал одним из самых кассовых фильмов 1994 года. На данном этапе карьера Сони Ушетти была успешным, но все же он считался ограниченным актером, которым может играть хорошо только в боевиках. И после чего актер Сони Ушетти стал часто сниматься с актрисой Сунали Бентера. У них выходили такие фильмы, как «Противостояние», «На страж закона», «Брат», «Общий враг», «Никто не сравнится с нами». Большинство перечисленных фильмов были умеренно успешными. Также пошли слухи, что актер Сони Ушетти и актриса Сунали Бентера встречаются, и сообщал, что актриса Сунали Бентера была настолько сильно влюблена в Сони Ушетти, что была готова стать его второй женой. Но Сунил, который уже был женат на Мане, поступил мужественно, он не решился заводить еще одну семью. И на этом их роман пришел к концу. После чего Сунил Ушетти снова сотрудничал с Акшаем Кумаром в таком фильме, как «Крутые братья» 1996 года, но все же фильм был только средним в прокате Инди. В дальнейшем он еще сильнее закрепился в Болливуде и получил популярность за фильм «Граница» 1997 года, где сыграли также Санни Доу, Акша Акхана и Джеки Шуров. Фильм получил положительные отзывы критиков и получил признание критиков за его сюжет. И был объявлен в Индии как самый успешный фильм за всю историю и получил векдикт-плукбастер, собрав 10 миллионов долларов. И за этот фильм актер Сунил Ушетти был номинирован на премию «Фильм Фэр» как лучшая мужская роль второго плана. В 2000-е он снялся в таких фильмах, как «Отвергнутые» и «Джунгли». Оба фильма имели умеренный успех. Но по-настоящему большой успех актеру принесли два совместных фильмов Акшая Кумара – «Горе вымогатели» и фильм режиссера Дармеша Даршана «Биение сердца». Фильм «Горе вымогатели» был признан лучшим комедийным фильмом Болливуда всех времен, а за фильм «Биение сердца» Сунил Ушетти был номинирован как лучший злодель. Оба фильма имели комический успех. После чего Сунил Ушетти стал актером категории А, и его карьера находилась на высоком уровне. Но в 2001 году у актера Сунил Ушетти наметился очень продолжительный спад к «Горе», поскольку у него выходили такие фильмы, как «Друзья враги», «Ловушка для полицейского», «Двойняшки», «Прелестная квартиранка», «Отцовская любовь», «Чужой среди своих», «Улюбвение цены», «Проклятие», «Бремя правды», «Линия контроля», «Оборотень», «Возвращение к жизни» и «Ковардный друг». Почти все перечисленные фильмы не имели успеха, и в его карьере насчитывалось 10 неуспешных фильмов подряд, что очень подпортило его карьеру. Но в 2004 году ситуация у актера улучшилась. У Сунил Ушетти выходит фильм «Я рядом с тобой», где главный род сыграл Шакрухан, и фильм стал суперхитом про Кати Инди. Роль, который сыграл Сунил Ушетти, была высоко оценена, и его злодей был харизматичен и был очень убедителен. И он был номинирован на награду фильм «Фэр» как лучший злодеев. Но в дальнейшем у него выходили такие фильмы, как «Гордость», «Священный амулет», «Магия крови», «За грани дозволенного», «Час икс», «На едине с сыном», «Любить и не сдаваться», «Грустная история любви» и «Загадочное чрезновение». И снова все перечисленные фильмы не имели успеха, за исключением фильма «Час икс». И на данном этапе карьера Сунил Ушетти была в очень тяжелом положении за счет таких больших провалов. Но ситуация временно улучшила такие фильмы, как «Незадача у бизнесмена», «Комедия ошибок» и «Перестрелка в лаканвале». Но после чего провалы по-прежнему преследовали актера. Такие фильмы, как «Десять историй о любви», «Погоня за удачей», «Миссис Тамбул» и «Мистер Уайт» и «Мистер Блэк». Все перечисленные фильмы не имели успеха. Но здесь снова спас актера совместный фильм Акшая Кумара «Большой переполох», который имел хороший кассовый сбор в прокате. И в дальнейшем у актера Сунил Ушетти выходили такие фильмы, как «Нет проблем» и «Благодарю тебе». Но после 2011 года актер редко снимался, как главный актер. Чаще всего его роли были эпизодические. Последние фильмы актера – это «Рестлер» и «Мумбайская сага». Многие поклонники, а также просто зрители, которые смотрели фильмы, задавались вопросом, почему карьера Сунил Ушетти была не так успешна, как его похожие помпула коллеги Акшая Кумар и Аджая Довган. Большинство считают, что Сунил Ушетти вовсе неплохой актер. Просто он необдуманно брал сомнительные и низкобюджетные проекты одного и того же жанра, в отличие от своих коллег, которые были более разбирательны в фильмах. А также считают, что он просто решил сосредоточиться на своей семье и бизнесе. Вместе с того, чтобы гнаться за славой. И третье, многие считают, что у него не было за спиной влиятельного человека, который мог его воскрутить. У актера Сунил Ушетти есть сын Ахан и дочь Атья Шетти. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok